Уважаемые товарищи, друзья, наши союзники, у меня нет необходимости зачитывать основные позиции доклада. Я попытаюсь в небольшом выступлении концентрированно изложить взгляд на сложившую ситуацию и договориться о главных вопросах, по которым мы сплотим единство действий всех государственно-патриотических сил нашей страны. Да, сегодня кризис, мировой кризис взял за горло практически всю планету. Это мы ощущаем каждый день. Но прекрасно я вижу, как борются с этим кризисом американцы. Они вздувают военный бюджет, все делают для того, чтобы напечатать как можно больше долларов, почти 7 триллионов. И одновременно, несмотря на взаимную грызню двух кланов глобалистов и национального капитала, тем не менее на всех углах кричат «Да здравствует Великая Америка, которая будет всех учить и всем указывать, как жить на этой планете». Мы хорошо знаем, как борются с этим кризисом и Европа. Даже такая мощная страна, как Германия, приняла решение вложить дополнительно, переводя на рубли, почти 50 триллионов рублей, в 10 раз больше, чем российское правительство. Самым успешным образом с этим кризисом борется китайская компартия. Она не только обеспечила выход из кризиса после эпидемии коронавируса, она все сделала для того, чтобы вернуть высокие темпы. Во втором квартале китайская промышленность показывает плюс 5%. Очень эффективно и с вирусом, и с кризисом борются наши вьетнамские друзья. Они унаследовали многое из советской эпохи, внедрили советскую систему здравоохранения. У них самые минимальные потери – 35 человек – умерло от коронавируса. Но что касается нашей страны, здесь мы из Кремля не слышим внятных программных документов. Мы не видим четкой оценки и реальной борьбы с этим кризисом. Об этом свидетельствует прежде всего бюджет, который внесен в нашу Государственную Думу. Мы завершили анализ этого бюджета. Я должен сказать, что он будет опубликован у нас на сайте в воскресенье. Я хотел, чтобы вы самым тщательным образом ознакомились с этим документом. Почему? Потому что мы уже на фракции и в Государственной Думе в понедельник, во вторник и в среду будем рассматривать этот бюджет. Сначала на встрече с премьер-министром, затем с Силуановым и затем непосредственно на заседании. Сама политика финансо-экономическая, независимо от кризиса и коронавируса, нынешним либеральным блоком правительства не меняется. Как ползли по грязной, вороватой, разрушительной Ельцинско-Гайдаровской клее, так и ползут дальше. Но мы прекрасно должны понимать, что на это накладываются и санкции. Сегодня почти 400 человек российского руководства находятся под этими санкциями и должны посознавать, что Россия мстят. Мстят за то, что русский народ на огромных евразийских просторах создал великую державу в 10 часовых поясов и отбился от всех набегов и нашествий. Мстят за то, что великая советская держава показала пример, что такое власть трудового народа, что такое советская власть, что такое настоящий героизм и советский патриотизм. Советская страна показала, что такое реальная победа над самыми злобными силами фашизма. И одновременно мы сумели, преодолев трудности, прорваться в космос. Это не нравится наследникам гитлеровцев, бандеровцев, нацистов, которые обложили нас со всех сторон. По сути дела Российская Федерация сейчас как на пороховой бочке. Власть в Прибалтике захватили, по сути дела, нацисты. Что касается рыбной Украины, там господствуют сырые ушники бандеровцами, подожгли Кавказ неспокойно в Средней Азии. И это не случайно. Они давно выбрали нас главной мишенью. Поэтому мы обязаны с вами все сделать для того, чтобы предотвратить то новое нашествие, которое готово обрушиться на нашу страну. И в этой связи формирование широкого государственно-патриотического блока приобретает особый смысл и особое значение. Я хотел бы обратить ваше внимание, что в повестке дня как бы объединены три темы. Это главная тема борьба за права трудящихся, национальные интересы России и широкое патриотическое объединение, которое умереть может страну от этого очередного нашествия. Если бы нам удалось до 1991 года под руководством Компартии РСФСР создать широкий блок и объединить все важнейшие силы, мы бы не дали предателям растерзать единую советскую страну. Мы бы не дали возможности засеть этой пьяной, вороватой команде Ельцина и распродать практически по дешевке всю страну. Сегодня мы стоим примерно у того же порога, и без широкого блока патриотических сил эти задачи не могут быть решены. Поэтому я призываю всех максимально сплотиться во имя нашей страны, во имя интересов трудового народа, во имя сплоченности всех, кому дорога наша держава. В этой связи хотел бы обратить ваше внимание на три как бы раздела этой повестки. Первый и главный – борьба за права трудящихся. Мы с вами подготовили все необходимое для этого, и тем не менее партия власти «Единая Россия», у которой поддержка опустилась ниже 30%, говорит, что она всех жахает. На самом деле она жахает страну, жахает реформы и не в состоянии предложить ничего конструктивного для вывода державы из кризиса. Смотрите, я взял 10 позиций, в каком состоянии находятся права человека, права трудящихся. Работа безработицы за последнее время увеличилась в 5 раз. Хотя Путин и говорил недавно, отвечая на вопросы волдайцев, что у нас чуть ниже. Но у нас все ниже гораздо, чем в Европе и в Америке. Поэтому надо не этим прикрываться, а создавать рабочие места. Зарплата полстраны живет на 7 долларов. Это нищая африканская норма и продолжает терять свои доходы. В шестой год практически вся страна, кроме олигархов. Что касается 8-часового рабочего дня, за него боролись почти 200 лет. Повсеместно его перечеркнули. И профсоюзы в нынешнем виде не хотят бороться. Мы должны максимально способствовать созданию патриотических профсоюзов. Что касается пенсии, дети войны 8 раз вносило наше движение. И фракция этот вопрос. Я был уверен, что в 75-й годовщине обязательно он пройдет. Ничего похожего. Единая Россия категорически отказалась. Дети войны в деревне получают 7-9 тысяч в городе 12-14. Полная нищета тех, кто одержал победу, кто воссоздал производство, кто создал ту собственность, которой продают эти власти налево и направо. ЖКХ. Давно ясно, что если ЖКХ не будет, будет больше 10% совокупного семейного дохода, то это будет ЖЭК-потрошитель, а не созидатель. Мы вносили это решение, практически от него тоже отказались. И население, ничего не видя, не видя возможности заработать, полезло все в кредит. Кредиты уже превысили 20 триллионов рублей, 40 с лишним миллионов, сидят в долгах, как в шелках, и это нарастает, как снежный ком. Казалось бы, была прекрасная гарантия максимальной поддержки государства для образования и лечения. Мы внесли закон великолепно отработанный. Готовили его и Жаре Салфорова, и Мельников, и Кашин, и Новик, и Виафонин, и Смолин, и Останина, и Плетнева. Великолепный закон, рассматривали в МГУ, поддержали образование для всех. Категорически не хотят. Сидел Фурсенко гробил, потом Ливана уничтожал, потом Васильев попыталось исправить, и сейчас опять все вылезло на старые рельсы для того, чтобы душить образование и науку. Я посмотрел эти статьи в бюджете, ничего похожего. Даже на фоне эпидемии на здравоохранение срезаются основные статьи. Вот как складывается реальная картина права. Права нет никаких реальных, и нам надо все делать для того, чтобы они были восстановлены. На мой взгляд, это главная основа для единства и сплоченности всех национально и патриотично мыслящих сил. Национальные интересы России. Я взял пять направлений, в которых они наиболее уязвимы. Выступая и встречаясь с Путиным, особо подчеркну. Тот не возражал. Я открываю фактический бюджет. И что вижу ни по одной статье, где у нас наиболее жесткие угрозы национальной безопасности, не принято ни одного ответственного решения. В чем смысл национальных интересов? Открывайте любую концепцию национальной безопасности. Она начинается с того, чтобы обеспечить личную и общественную безопасность. Раз. Территориальную целостность. Два. И образ жизни в соответствии с национальной культурой, языком и традициями. Три. Если это, берем авиацию, как может жить большая страна в 10-часовых поясов без авиации. Первое и главное решение было ленинско-сталинской модернизации. Задать индустрию. Было построено 15 авиационных заводов, полторы тысячи летательных аппаратов. Обеспечили нам связь со всеми континентами. Каждый третий пассажир летал на илок и тушках. У нас была лучшая в мире авиация. Сейчас 9 из 10 самолетов иностранные. И они нам отказывают поставки комплектующих и запчастей. Что будем делать завтра? Открываю статью авиация. Она урезается. Там нет даже на ремонтные работы. Второе направление. Путин гордится нашими новыми изделиями. К слову сказать, они все времен советской эпохи. Да, они очень эффективны. Но у них в основном электроника иностранная. Завтра можно поставить закладушки и вырубить вам все эти системы. Вношу официально закрытую записку премьеру и президенту о необходимости срочной модернизации и развития этой отрасли. Советская страна производила 26% мировой электронной промышленности. Принимают решение на личной встрече все согласны. Открывают разделу на 5 пустой. Там, правда, написаны прочие. Может быть, туда засунули. Но вот понедельник на встрече с премьером. Это будет особый разговор. Мы не можем обеспечить никакой безопасности, если дальше будут платформы на чужой электронике. Если вся банковская система информационная будет работать на их программах. Хотя у нас талантливые математики, великолепные программисты. Можно было их позвать. Они со всей планеты съехались. Обеспечили нам приоритеты в это вот. Берем лекарства. Потрясающая картина. 70% иностранных лекарств. В остальных на 80% иностранной субстанции. И каким образом? Открываю раздел фармацевтика. Режут пополам. Толку никакого. И не хотят развивать. Не хотят обслуживать иностранные компании. Все показывают нам. Вакцину изобрели. А кто ее будет делать? Каким образом будут доставлять гражданам? Я уж официально попросил Россию-1. Покажите опыт и пример. В 59-м году завезли черную оспу в Москву в советскую страну. 6 миллионов прививок было сделано в одной Москве в течение одного месяца. И никакой паники. Хотя это жуткая болезнь. Поэтому у нас есть возможность решить эти проблемы. Мы взяли подряд гибридные война, санкции. Вот. Русофобия. Жириновщина эта грязная русофобская растекается не только по стенам Думы, но и по Красной площади. Я обращаюсь к молодежи. Вы мне обещали самым энергичным образом предстоять против этой мерзости. У вас сейчас есть хороший инструмент дополнительный. И соответствующая статья Конституции о единстве нашей истории. Опирайтесь и ведите энергичную борьбу против этой грязи. А когда Жириновский приходит Дума и говорят, надо раскопать всю площадь, выкопать все могилы, свалить их в кучу и отвезти куда-то за город. За это в любой стране вас призовут к ответственности. Не стесняйтесь. Опирайтесь на наше выступление о центре. Что касается в целом бюджетной политики, ее вырезают на 10% углом вместо того, чтобы поддерживать. У нас с вами есть реальная возможность поднять национальную безопасность за счет прежде всего продовольственной готовой программы. Сколько сил отдали для этого и Кашин, и Харитонов, и Коломейцев. И поддерживают нас многие в комитете Кашина и Единоросс. И последний раз заслушивали непосредственно Суланова и прямо сказали, мы потребуем отставки, если вы дальше будете продолжать эту линию. Никого не слушают. Пришли мальчики, будем урезать. И завтра будут опять хвалиться о том, что они непереработанный хлеб за границу передают. Продают и так далее. У нас нарастает в стране раскол, общество, износ. Долговая кабала становится нетерпимой. Кстати, в этом бюджете главной статьей, которая является, это долговая статья. Я Путину на встрече сказал, какая необходимость, ли есть такие долги. У нас с вами три бюджета лежат в кармане. 13 триллионов – это фонд благосостояния. И 600 миллиардов долларов – это почти 50 триллионов рублей. У вас два бюджета, три бюджета в кармане. Давайте один вложим в ремонт, поддержку людей, малого, среднего бизнеса. Вот только что Астанина прекрасно провела встречу женщин, которые занимаются малым, средним бизнесом. Уже из десяти точек семь разорились. Уже смеются, уже плакать им не хочется, потому что не хотят поддерживать и помогать. И в этой связи перед нашим патриотическим союзом и партией встает ключевая задача – борьба за такой союз и сплочение. Я хотел бы обратить, в закладе подробно прописали и теоретические, и исторические истоки. Все подробно изложили, как реализовались эти идеи в нашей великой стране. Кстати, от Поля Куликова до Ленинского призыва «Социалистическое отечество в опасности» у нас уникальный опыт борьбы, потрясающий опыт. Я хочу напомнить и военным, благодарю Соболеву, он своим и Бенову своими штабами активно в этом участке. Когда Ленин обратился в «Социалистическое отечество в опасности», 86 тысяч царских офицеров пришли в Красную армию. В штаб военно-морского флота 600 человек, ни одного рабочего крестьянина, ни аристократы в полном составе пришли служить в советской власти. Вот учиться надо, как объединять и сплачивать. Я на встрече с Путином сказал, а на что вы надеетесь? Вашу единую Россию не поддержала ни одна партия партнеров, а 132 делегации, которые приезжали к нам отмечать великий праздник октября, 100-летие комсомола Красной армии, участвовали в ленинских мероприятиях. Все доедины поддержали нас и по укреплению нашей обороны и безопасности, и противоамериканского глобализма, и за присоединение Крыма и Севастополя, и по проблемам и защиты Донбасса. Все поддержали. К чему ваши помощники и замы сидят и занимаются русофобией, антисоветизмом? И объявили войну Компартии Российской Федерации, которая занимает самые патриотические позиции в это суровое и ответственное время. Мы вам направили наши предложения по целому ряду. Вы поставили поручения, дали. А поручения сидят чиновники и выкидывают. Даже письмо и обращение депутатов из всего Патриотического Союза в защиту совхоза уникального Ленина, Грудинина, Касанского вместе с его блестящим предприятием. Левченко вместе с сыном Бессонова и то толком не рассматривают, что прикрываются какими-то рассказами на эту тему. Главные задачи, вокруг которых мы можем сплотиться, я выделил их семь. Хочу внимательно выслушать. Первая и главная задача. Мы обязаны сорвать атаку на русский мир. Русский мир в опасности. Мы специально с вами подготовили русский стержень державы. Это никого не ужает, но всех сплачивает. Русские собрали под свои знамена 190 народов и народностей, не поручивая ни одного языка, ни одной веры, ни одной культуры. Сегодня русских уничтожают как нацию. Русский язык, русскую культуру, русскую классику, русскую музыку. На некоторых каналах ни одной своей песни не услышишь. Русский советский патриотизм. Потери-то какие? 20 миллионов в Великую Отечественную, 25 миллионов отрезали границами и 20 миллионов угробили с 1991 года. Ни одна нация таких потерь не несла. Я направил этот доклад всем членам совбеза, губернаторам. Все ответили, но я говорю, давайте вместе рассмотрим на совбезе, на Совете Федерации, в Государственной Думе. Ничего похожего. У нас с вами, вот Никитин прислал 800 лет в следующем году Александру Невскому. Учитесь мысли, говорите поступать по-русски. Вот, бог не в силе, а в правде. Это одна из величайших дар. На следующем году 125 лет Геория Константинович Жукова, самого гениального полководца у всех времен и народов. Мы обязаны сплотить защиту. А сейчас на русский мир идет жуткая атака в Белоруссии. На 26-е под руководством ЦРУшников и западенцев, нацистов и бандеровцев, польской шлифты и лесных братьев из Литвы затеяли атаку на братскую Беларусь. Я слушаю Путину, и он говорит, ну вроде пусть сами разбираются, хотя он поддержал и встречался Лукашенко. Наши принципиальные позиции никаких сами. Это союзное государство. Это наша братская республика. Я лично принимал присягу вручий под Минском. Моя родная Орловская область, Орел побратимый с Брестом и Брестской областью. Это вызов мы рассматриваем как вызов каждому из нас. У нас Локоть многое делает для укрепления связей. У нас Левченко организовывал совместные предприятия. У нас Колычков целую программу отработал. Мы продолжаем эту работу, и у нас Союзком партии обратился ко всем поддержать. Мы не можем на растерзание отдавать братскую республику. Мы должны все максимально сплотиться. Я много раз разговаривал с Лукашенко, с нашими друзьями. И они благодарят за помощь и поддержку. Я прошу все движения возвысить свой голос. Ибо в Белоруссии проходит репетиция, как дальше будут душить Российскую Федерацию и растаскивать ее по частям. Главный объект – это мы. Главная кладовая планета, главная сырьевая база. И в этом отношении глобалистский капитал не успокоится. Это вызов брошен самый серьезный. Здесь могут сплотиться все, независимо от политической ориентации. Ибо государственность нашей страны – это высшее и главное завоевание, которое мы добились за все эти годы. Второе – программа развития. У нас программа развития готова. Мы ее рассмотрели на Декабском активе и на Орловском международном форуме. Я благодарю всех, кто участвовал в подготовке этой программы, сделал блестящий доклад Кашина. Мы его распространили двухмиллионных тиражов. Его применительно к каждому региону выпистывали. Его реализовала и пятилетка Левченко. Сейчас активно это реализует Кулачков в Орле. Многое, кстати, мой родной Орел, Орловская область получила впервые 4 миллиона тонн зерна по 5 миллионов тонн на человека. Это лучший урожай на планете, в принципе. Это реализация нашей программы. Она реализовывалась и по линии науки и образований. Мы должны продолжить лучшие традиции, которые заложили Алферов, Мельников, Смолин и наши друзья. У нас есть возможность. Программное обеспечение, включая отраслевые, есть полностью. Их согласовали все наши друзья и союзники. Это основа для реального сплочения и формирования профессиональной команды. Наш уникальный опыт модернизации, еленинско-сталинской модернизации и народных предприятий, опыт по образованию и науке. Мы давайте все сделаем для того, чтобы он был реализован. А что касается народных предприятий, села, поднятия, целины, все готово. Весь вопрос в том, будет ли финансировать правительство эти программы. Они же абсолютно выгодны. Почему? Потому что только аграрный сектор в этом году в России дают плюс 4%. Остальные провисли от 4 до 20 и продолжают некоторые проваливаться. Надо вкладывать деньги туда, что даст великолепную отдачу и быстро даст отдачу. Президент поставил задачу выйти на 45 миллиардов долларов за счет продажи сельхозпродукции. Сейчас 25 есть. 2-3 года и получим это. Даже больше получим. Но сидит эта пятая колонна огрызки Ельцинской эпохи в финансо-экономическом блоке. И плевали они и на госсовет, и на указания президента, и на программу. Даже Гордеев в Государственной Думе выступал и сказал, мы не можем поддерживать такую политику. Сразу прибежали к нему турчики и начали прессовать вместо того, чтобы прислушаться к опыту грамотных людей. Третья задача – восстановление социальных гарантий. Без восстановления социальных гарантий мы не можем двигаться вперед. Страна будет вымирать при прожиточном минимуме зарплате в 12-14 тысяч. Минимальные 25 тысяч, и мы должны бороться за это. И это реальная возможность заплатить. И гарантии бесплатного образования и медицинского обслуживания. Они есть в полной мере. И под этого есть ресурс. Пятое – защитить от расправы наших друзей и товарищей. Я предлагаю, вот сейчас обсуждали, Синельщик у нас один из самых опытных генералов и депутат, и возглавлял прокуратуру в Москве. К нему прислушаются все силовики. Его давайте порекомендуем руководителям этой комиссии, этого комитета по защите прав. И все сделаем для того, чтобы отбить от этой новой рейдерской шайки, которую сколотили и люди в судебных мантиях, и в погонах сыщиков, и в погонах прокуроров, и в административных галстуках. Мы прямо сегодня еще раз официально заявляем. Во-первых, просим президента ответить на наше письмо. Я ему после индивидуальной встречи отправил, в том числе и подробно, что происходит с совхозом Ленина, лучшей в стране. 700 судов. 700 судов, думайте, за два года. Против человека, который создал лучшие в Европе предприятия, лучшую социалку, лучшие зарплаты, лучшие технологии, который, собственно, шел на выборы кандидатом президента, получил 9 миллионов голосов. Ну, я надеюсь, что мы получим вразумительный ответ. Но всем этим рейдерам, всей этой мерзопакостной вороватой публике заявляем, что вся патриотическая общественность поднимется. Мы не дадим этим ворам и жуликам растащить это хозяйство. Обращаюсь и к Воробьеву непосредственно от имени всех нас. Это ваше лучшее предприятие. У нас в Ленинском районе было их 15, 14 разделили на куски и разворовали. Их нет. Это предприятие приглашаем посмотреть. И руководство Московской области обязано возвысить свой голос в защиту этого уникального предприятия. Левченко сумел показать лучшие результаты. Удвоил бюджет. Научились бороться с черными лесорубами. Все сделали для развития социалки. 5-7 раз нарастили строительство, в том числе и по ремонту аварийного жилья. Вместо этого сына арестовали под надуманным предлогом и держат за стенках. За что? Никаких обвинений, никаких одни догадки. Я смотрел за обвинительное заключение. Я прошу наших юристов. Аграновский, Соловьев, Филатов, Лазарев возглавляет эту группу. Усилить, но обращаюсь ко всем. Максимально поддержать защиту наших товарищей. Бессонов восьмой год гоняют по просторам Европы. Все материалы лежат на столе у президента. Лежат у главного прокурора. Все со всех камер снята реальная картина. Просто надуманная фактура, но преследуют. Я уверен, что мы это бьем. Шестое вернуть нормальные выборы в стране. У нас готова программа. Мы будем и дальше ремонтировать. Но это не выборы. Голосовать в течение трех дней. И отдать потом подсчет. Начнуть подсчет жуликам. Это не выборы. Нас это абсолютно не устраивает. Мы все должны сделать для того, чтобы выборы были полноценными. Наша программа реально существует. Я упросил все фракции, всех законодателей, их 11 тысяч у нас, приступить к этой работе и настойчиво рекомендовать всем нашим друзьям и союзникам активно принять участие в этом деле. И седьмое. Не допустить реванша. Реванша этой либеральной хевры Ельцинского разлива. Посмотрите, как тараканы вылезли из всех шелей. И Семейки, и Силуановы, и Кудрины, и Греф. И Греф полез нам формировать образование. Кто нам 10 лет формировал Сорос, писал учебники, включая по истории. Теперь Сбербанк нам будет писать, каким образом по-английски все должны говорить и заниматься цифровой математикой. Это страна, которая имела лучшую русскую советскую школу. В ней учились все в этом мире. Но главной основой патриотизма и патриотики является наша партия. Это никого не оскорбляет и не унижает. Компартия – структурированная организация. С ясной программой работают пять вертикалей. Имеет уникальный опыт борьбы, побед, поражений, трудностей. Партия, которая твердо стоит на марсистско-ленинских позициях и отстаивает интересы трудового народа. Мы должны удвоить численность партий. Будет специальное обращение наших партийных организаций, потому что нам не хватает полевых командиров. Мы подготовили уже почти полторы тысячи молодых людей. И здесь, на курсах, они прошли великолепную школу. Но нам надо усилить и открыть двери для новой поросли партийцев, наших комсомольцев, нашего пионерского актива. Впереди у нас выборы. Выборы в Государственную Думу, которые будут носить общенациональный характер. Потому что продолжать дальше политику Единой России страна не может. Допускать воровство голосов, как они делали в этот раз, не могут. Это прямой путь к Майдану и киргизским событиям. И ничего внятного и ясного эта команда пока не говорит. Я внимательно выслушал на Вальдайском пленуме и трехчасовое выступление Путина, и часовое выступление Мишустина. К сожалению, я полагал, что Мишустин сумеет поправить ситуацию, направить нужное русло и Сулановско-Кудринскую команду. Но пока, похоже, по бюджету они берут верх. А это абсолютно разрушительная политика. Я считаю, что сегодня главные задачи сформировал такой широкий патриотический союз, выбрать новый курс, под него есть реальная программа, сформировать команду правительства народного доверия, бюджет развития в 33 триллиона, пятилетку возрождения и восстановления всех базовых отраслей, и уверенно двигаться вперед. Наш пленум сегодня прежде всего служит этим уникальным задачам. Я надеюсь, что у нас услышат союзники, друзья, услышат все честные и мужественные граждане державы. Это вопрос сегодня самый важный и принципиальный, потому что без патриотизма, без любви к родине, без соединения тысячелетней истории державы, и русской, и советской, и народной невозможно двигаться вперед. Именно такой союз и позволит нам двигаться уверенно к новым победам. Я благодарю вас за внимание и желаю новых успехов. Спасибо. 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 Продолжение следует...